Привет, друзья! Подписчики мои, вы о самом крутом канале BrickZone, где я буду вам рассказывать про конструкторы Лего, давно забытые. Будем распаковывать новые наборы. Я буду показывать вам свои самоделки, и будем ещё что-нибудь интересное делать, но я потом что-нибудь придумаю. Сегодня я хочу вам показать вот такой крутой набор Power Minors. Эта серия закончилась в 2009 году, началась в 8-м, закончилась в 9-м, там, тире 10-м, там, что-то такое. Но это была одна из лучших, она является, по моему мнению, одной из лучших серий в Лего. И Лего, прошу вас, камон, ребятки, одумайтесь, верните, пожалуйста, нам эту крутую серию. Она называется Горники-проходчики, ну или Power Minors. В чём суть? Обычные ребята, горники-проходчики, это вы знаете, как сейчас в Сити есть, допустим, динозавры какие-то, джунгли, Арктика, эти горники какие-то там есть. Но это всё детский сад, это действительно была одна из первых серий Лего, грубо говоря, Сити, но она была с интересным сюжетом. То есть были и супергерои, были и Звёздные войны, были какие-то ещё серии, но это именно как бы Сити, но такая чёткая подсерия именно Лего Сити стандартного. Вот, соответственно, это как бы даже был перезапуск, то есть в 90-х была уже похожая серия, но была слабее. Они перезапустили, два года продержалось, несколько волн было, и на этом всё закончилось. К сожалению, я тогда не смог себе позволить эти наборы, вот так вот этот парень у меня, он у меня, ну, прям самый первый, ну, который вот мне тогда покупали. Вот, это очень классный чувак. А эту машинку я уже купил на Авито, я её забрал у покупателей с рук, то есть она была вся просто убитая, вся пыльная, вся какая-то непонятная. Конечно, я её отмыл, пересобрал, добавил деталей, и вот такая штука красивая стоит теперь у меня на полке, и сегодня я хочу показать её вам. Очень долго говорю, но что поделать, давайте покажу вам фигурки. У каждой фигурки, смотрите, это вот один из там типов, у них был целый отряд, у этого вообще, видите, пробита голова и металлическая пластина. Это очень крутая фигурка, у него здесь такой у меня серебряный кристалл, и вот такая вот кирка. Сзади он испуганный, и одни из первых стали делать двойные лица. Испуганное лицо, какой-то шуруп, и вот такая у него каска-шлем, очень крутая, обожаю эту фигурку, просто колоссальная. А вот такой вот парень есть ещё, тоже шурупно в рубашке, у него вот такое довольное лицо. Второе лицо типа, эй, камон, вот, золотой кристалл и пила. Дальше покажу. Вот такой вот парень, это профессор, он учёный, он одно лицо такое странное, криповое, второе лицо у него вот такое вот интересное. И он профессор, у него, видите как, у всех этих ребят, у них как бы жилет и вот такие жёлтые руки, и перчатки, интересная форма, конечно. А у этого чисто белые рукава, но он с усами очень классный. Но основной фишкой этих наборов была и яркая гамма цветов, количество интересных деталей, много наклеек, которые реально колоритно смотрятся, функционал самого набора, естественно. Но главной фишкой были монстры, то есть в то время, сейчас уже можно найти разных монстров у Лего, в то время их просто не было. И вот эти ребятки были такие, знаете, каменные големы, зацените как это круто. У него открывается рот, и в нём лежит кристалл. И вот эти монстры, ребят, ну как бы очень круто, серьёзно. И они вот за этими парнями охотятся. А руки, смотрите, допустим, можно оторвать руку у этого парня, взять у этого и сделать такого, смотри, сейчас покажу вам, как это можно будет сделать. Вот, видали? Как будто у него рука такая мутировшая. Вот, очень здорово. В этом наборе была вот такая катапульта, где вы нажимали, сейчас покажу катапульту. А, ну монстров покажу сначала. Так, кто есть? Есть такой синий парень, есть красный монстр, такие. Вот, так, ещё один красный монстр. Есть лавовый, вот такой, это у них потом вторая пошла волна, там у них были огненные монстры, которые в лаве копошились. У него вот такой вот крутой рыженький кристаллик, очень интересный. Вот, и катапульта, соответственно, вот такого плана, она простенькая, два кристаллика здесь. Сюда вы размещаете двух этих гоблинов, ну, этих монстров, и вот так, пау, и запускаете их вперёд. Был набор уникальный, вот с таким парнем, здесь у них ещё в комплекте мотоцикл, вот шёл вот к этому, сейчас покажу потом, куда вставлять его. Вот такой, просто король кристаллов. Я видел кучу кастомов на эту тему, он потрясающий. Это было круче, чем Бионикл, это было прям вааа, и он как будто шёл такой, ааа, и говорит, подпишись на канал, бро, поставь лайкос, открой подписки, нажми на колокольчик, прокомментируй ролик. Вот, очень классный парень, вот такие у него были три лапища, огонь зелёный такие, вот у него такие прозрачные кристаллы на руках, сзади вот такой, здесь шипов, шипы ещё были в голове, но они куда-то делись. Вот, но набор, ну сам монстр, зацените, вот такие ноги каменные, всё двигается, он шарнирный, потрясающий парень. Вот, ну и, конечно же, главная тема сегодняшнего, ну и ролика, и вообще, это крутые вот такие вот гаджеты. То есть, смотрите, вот здесь вот открывается кабина, сюда размещается, допустим, этот профессор, закрывается кабина, и вот эти дрели, вот эта дрель, вот смотрите, может, она крутится, но вот эта красная почему-то постоянно пимка слетает, какой-то недоработка леговцев, но не будем придираться к этой ерунде. Она вот так вращается, и может типа опускаться и дрелить что-то, или вот так вот может, да, удлиняться, она по себе ещё и крутится вот так вот вручную, представляете? Вот, очень классная штука, дальше, а, открывалась кабина, и здесь ещё вот такой есть парень, а я про него и забыл. А, ну это такой же, как и тот парень, да, вот он типа, привет, ребятки, соскучились? Тоже классный. Вот, здесь, конечно же, обилие деталей, зацените, динамит, здесь ещё динамит, вот здесь, смотрите, есть банан, банан, прикиньте, в то время это была вообще редкость, ребят, поверьте, сейчас вы приходите в магазин, покупаете набор, а там у вас уже всё есть. Тогда не было кристаллики, приходилось их искать, как-то вырывать, очень классно, очень было трудно их найти, и, конечно, мотоциклов не было тогда, вот один здесь был, вот так вот он крепился, вот сюда вот, оп, и чуть, а, наоборот, наверное. Да, вот, вот так он крепился, и когда какая-то опасность, можно было соскочить, вау, и съехать с этой штуки. Вот, и сама модель, ну, конечно, отваливается, это нормально, и сама эта модель, ребята, посмотрите, здесь прожектора условные, конечно, двигатели, целый вот этот вал, который крутится. Сзади у неё, ну, во-первых, здесь ещё, конечно же, есть и гусеницы, это просто фантастически. Так, ещё по обилию деталей, здесь просто, вот как раз детальки здесь погрызывали, лежат, которые вот я от детей забрал, набор, ну, купил. Лопата вот такая была ещё, вот такой ноутбук, который, зацените, ну, погрызли дети, к сожалению, к сожалению, погрызли его. Вот, и вот такой вот был ноут. В то время не было ноутов, поверьте, это было очень круто. И в чём же была суть этого набора? Это сборщик кристаллов или сборщик мусора. Смотрите, как бы вам показать-то. Ладно, допустим, попробую сейчас показать. Вот лежат кристаллы, да, и эта машинка едет, она собирает кристаллы вот туда, вы видели? Она их, ну, она не собрала, просто нужно, нужно просто быстрее делать и не на этой, не на этой, ой, отвалилась. И делать, я просто, мне неудобно вам показывать, но я хочу, чтобы вы поняли смысл. Она как бы едет, собирает кристаллы, а потом кристаллы, вот смотрите, видите, один залетел. Просто на моём столе это делать не очень удобно. Но идея, вы представляете? То есть вы, грубо говоря, реально играли, вы собирали кристаллы вот таким вот образом. Она, ну, почему-то у меня не залетает, но это просто... Во, во, видали? Залетела, смотрите, кристаллы уже внутри. Просто нужно быстрее делать. Я особо быстро не хочу, потому что у меня сейчас всё поломается, естественно. Мне из-за камеры просто не особо удобно показывать вам. Вот, а так, конечно, это была очень крутая моделька, очень крутая. И такие можно было игрить. У меня не было в детстве такого, к сожалению. Вот сейчас на полке стоит, я просто удалил свой голод этого набора. Но можно было устраивать столько игр, вы представляете? Вот сейчас, где такая... Да, конечно, сейчас в Сити тоже есть неплохие наборы. Но ни один набор не сравнится с этим набором 2008 года. Power Miners. Прошу вас, Лего, верните. А прикиньте, если бы эта штука была ещё на пульте управления, так это же вообще огонь. И как бы представьте, монстр идёт, он пытается разломать этот механизм. Он нападает, они от него отбиваются. Потом кто-то берёт, садится на мотик и куда-то уезжает. Но это было очень круто, очень игровое. Стоил набор, кстати, всего в то время 2500. Здесь немного деталей, деталей 400, погуглите в интернете. Вот, очень-очень интересно, стоил, правда, недорого. И было реально играбельно. С этим набором, с двумя наборами, с этим и вот этим, я думаю, что можно было просто играть вечно. Потому что реально куча сюжетов можно было придумать, куча всего. И вот эти монстры, ребят, в то время, честно, такого не было. Были крутые какие-то фигурки, да. Но вот таких штук в то время как бы был вообще дефицит. И это очень была крутая серия. Я на эмоциях, правда. Это прям очень здорово. Я рад, что показал вам этот набор. Наконец-то у меня такая возможность есть. Потому что я уверен, что многие из вас даже не родились тогда еще, когда этот набор уже появлялся в продаже. И когда уже, ну, как бы дети, которые сейчас уже выросли, они уже в это, ну, тогда еще играли. Вот, набор очень крутой. Поэтому, друзья, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лукасы, комментируйте данное видео. И спасибо, что смотрели сегодняшний ролик. С вами был ваш любимый ведущий. Пока-пока.